Меня зовут Татьяна Лазарева, мне 55 лет. Я живу где хочу. Живу в Москве в основном, сама из Новосибирска. Последние несколько лет так получилось, больше жила в Испании. Сейчас приехала в Лондон на каникулы своей дочери. У меня трое детей. Я ничем особенным не занимаюсь относительно того, чем я занималась раньше. Раньше я работала на телевидении, это было какой-то видимостью профессии. Но потом этой профессии не стало. А, и сейчас я как-то не могу сказать, чем я конкретно занимаюсь. Вот дети плачут, я уже расстраиваюсь. У меня есть свой YouTube-канал, я веду Instagram. Сейчас вот недавно зашла в TikTok. И вообще как-то интересуюсь жизнью, определенной профессии у меня сейчас нет. И мне это очень даже как-то нравится. Я, в общем-то, знаю в курсе того, что до сих пор еще многие думают, что я занимаюсь юмором, что я вот сейчас приду и буду всех смешить. Но на канале, на моем YouTube-канале, там, конечно, юмора нет. Кроме того, юмора, который существует в процессе разговора, когда мы над чем-то смеемся вместе с гостем. Это произошло, на самом деле, довольно давно. Еще когда я работала на телевидении, мне как-то в какой-то момент стало неинтересно уже заниматься юмористическими передачами, хотя я, конечно, занималась только ими. Но последняя программа на канале СТС, собственно, с которой меня и закрыли в свое время, называлась «Это мой ребенок». Это было развлекательное шоу, но у него была очень важная какая-то такая миссия все-таки обращать внимание родителей в форме игры на своих собственных детей. И я до сих пор больше всего жалею не то, что меня выгнали с телевидения, а то, что меня закрыли эту прекрасную передачу. И, судя, кстати, по обратной связи, она нравилась очень многим. И сейчас ко мне подходит много каких-то достаточно уже взрослых людей. И говорят, ну так мечтали попасть в вашу передачу. На что я им говорю, что по возрасту они точно уже не подходят. Надо сказать, что когда был старший сын, ему было лет 14, мы, в общем, тогда не были совершенно апологетами обучения в Англии. Хотя многие наши друзья, безусловно, уже отправляли детей учиться в Англию, там, в другие страны. Почему-то нам это не казалось какой-то идеей, там, хорошей или плохой, вообще как бы мы не смотрели на это. Я не помню уже какой-то был год, в декабре на Манежной площади произошло очень большое какое-то скопление молодых людей. Это были болельщики футбольные, насколько я помню. И это было такое массовое, как сейчас говорят, несанкционированное сборище, которое было не только несанкционированное, а вполне себе даже агрессивное. И там даже убили какого-то молодого человека. После этого события, поскольку мы жили на Патриарших, а это было на Манежной площади, и все, в общем, вылились из площади, не смогли их сдержать ОМОНовцы тогда, и они пошли по городу. И, в общем, несчастный Степан из-за тревожной матери просидел неделю дома. Он не ходил никуда гулять, и возили его водители в школу из школы. И, в общем, я как бы как свободолюбивый человек, я поняла, что так нельзя, наверное, поступать с малышом. И вот тут мы действительно впервые задумались о неотдателе его куда-то учиться в другую страну, ну, как бы менее взрывоопасную. И вот, собственно, он был первый, кто уехал. Это был такой метод проб и ошибок, какая-то странная школа, мы ничего не понимали, он ничего не понимал, у него английского не было практически вообще. То есть малыш, так сказать, прошел грудью все какие-то там непонятности сам один. Это его, конечно, безусловно, закалило. Ну, надеюсь, он все-таки, ну, по крайней мере, до сих пор он благодарен за это. Потом там еще какие-то сменялись школы. А потом, собственно, когда подросла вторая дочь, у нее уже не было другого выхода, как ехать учиться в Англию. Ну, потому что она вообще всегда, всегда маленькие дети, они очень хотят быть похожими на своих старших там братьев и сестер. Ну, у нас, по крайней мере, так происходит в семье. Вот, и она уже автоматически поехала учиться в Англию. И там мы уже были, кстати, опытнее гораздо благодаря Степану. И Соня уже... Там как-то мы выбирали другую школу, разумеется, не ту же самую. Но, к сожалению, там тоже были ошибки. И очень хочется верить, что с третьим ребенком, с Антониной, сейчас уже как-то все... Ну, вообще все прекрасно, и школа выбрана, и Антонина понимает, что она там делает. И, в общем, на этом, я думаю, наше английское образование закончится. Я рожать больше никого не собираюсь. Все, запомните это. Безусловно, английское образование, оно как-то вот звучало, так сказать, в дискурсе вокруг. Хотя были еще люди, которые учились там и в Швейцарии, и в Шотландии, и там где-то еще. Но, в общем, это был такой недолгий выбор. И да, мы выбрали Англию. Ну, наверное, это, знаете, это исторический советский такой страх, что ты должен обязательно знать английский язык. Ну, не страх, а уверенность. И я вот как человек, который не знает английского языка, у меня французский язык, я очень от этого страдаю. Что я реально, я не говорю по-английски настолько, чтобы там с кем-то разговаривать о жизни. У меня хороший французский. Но зато вот вся наша семья, теперь все дети, и Михаил, все прекрасно говорят на английском, не давая мне никакой возможности им овладеть. Потому что, как только я начинаю что-то говорить, на меня все начинают сразу шипеть и говорить, замолчи, что ты говоришь так неправильно, фу-фу-фу. Вот. Но тогда нам казалось, в общем-то, это, конечно, оказалось совершенно справедливым, что без английского языка в этом мире как-то уже нет. Не получается. Все дети прекрасно говорят на английском. Просто не отличить их от ненастоящих детей. Поэтому какой-то плюс в этом хотя бы есть. Дети, они проходят примерно одну и ту же стадию. Сначала им очень ужасно нравится Англия. Где-то в возрасте, в самом начальном своего обучения, они говорят, что все, мы будем тут жить. Я, короче, найду тут работу. Я такой крутой. Мне ужасно нравится Лондон. Все такое. Потом выясняется, и, кстати, вот средняя дочь наша, она это поняла даже в процессе обучения, что вообще менталитет англичан и русских, ну, то есть она не нашла, например, в себе каких-то настолько близких друзей, которых мы находим в России. И, собственно, сын тоже. Ну, он познакомился с какими-то людьми, но они все, так получилось, они были русскими, разумеется, его друзья из английской школы. Вот, поскольку Соня, средняя дочь, училась в Шерборне, очень английской школы, там не было, по-моему, почти вообще никаких русских. Ей в этом, собственно, не очень повезло. Но зато у нее прекрасный английский язык, кстати говоря, в отличие от Степана. Ну, Степан тоже хороший, но не настолько перфектный, конечно, именно потому что он общался со своими русскими дружочками. Антонина, которая учится в школе первый год, ей 15 будет лет, она тоже говорит, что ей очень нравится Лондон, что она здесь будет жить, вообще это ее город, и вообще ей все ужасно нравится. Но вот, например, судя по старшим детям, они проходят какую-то стадию и понимают, что, ну, во-первых, здесь очень дорого, во-вторых, все-таки, когда они приехали, оба старшие дети, после Англии в Москву, они понимают, что это их город. И вот эти их выражения, когда мне Степан говорит, мама, ты ничего не понимаешь, это самый лучший город на Земле, это прекрасный город, типа, не нравится вообще, езжай куда хочешь, прям как правительство российское, то же самое примерно мне говорит, не нравится, вали. Вот, но я, собственно, и валю, я не против, для молодежи это, безусловно, прекрасный город. Но Англия, конечно же, дает, ну, я не знаю, можно ли это назвать закалку именно Англией, да, любое, наверное, обучение, любая самостоятельность детей закаляет. Но, конечно, то... Мне еще почему нравится вот именно английское, я, правда, не могу сравнивать другие системы образования, но все-таки вот это уважение к личности, вот это какое-то старинное, абсолютно такое какое-то имперское, не знаю, то есть какая-то гордость какая-то за себя и, соответственно, за своего человека, с которым ты общаешься, вот это уважение к детям, это прислушивание, не любовь какая-то, да, там, не могу сказать, что их прям все там, но вот это вот, то, что они относятся на равных, этого, во-первых, разумеется нет, ни в одной российской школе, уж простите, не надо, мне многие говорят, нет, ты знаешь, есть такое вот, вот у нас одна учительница, вот, ну, в общем, я не верю в это, детей у меня было много, все они учились в российских школах, но вот такого отношения, уважения, как в Англии, и уважения к личности, такое пока у нас бывает очень редко. Сейчас, глядя на это образование английское, я, безусловно, конечно, уже просто исходя из собственного опыта, обучения троих детей в Англии, я бы говорила даже не столько о том, хорошее оно или плохое это образование, сколько о том, что каждый ребенок, это, ну, то есть все дети очень разные, и даже ваши дети разные, не говоря уже обо всех остальных, но вот наши все трое абсолютно разные по характеру, и вот честно говоря, далеко не каждому ребенку я бы советовала вот такой отъезд в таком очень сложном подростковом возрасте разлуку с родителями, вот далеко не каждому, и тут нужно очень хорошо прислушиваться, причем, сейчас будут некоторые сексизмы, причем мальчикам, конечно, даже это может быть и получше, то есть это все-таки дисциплина, это то, что мальчикам никогда не лишнее, а вот с девочками нужно быть очень-очень аккуратными, если вот чуть-чуть что-то, ну, то есть вот как у нас получилось с Сонькой, как мне кажется сейчас, она очень хотела учиться в Англии, но когда она туда приехала, через какое-то время она поняла, что ей там плохо, но признаться в этом нам с Михаилом она уже не могла, потому что она ответственный человек, и вот теперь я понимаю, и школа была выбрана неправильно, это была девчачья школа, то есть это, ну, не для нее было, и вот как бы малыш, сцепив зубы, там, доучился до конца, и она показывала совершенно великолепные результаты, она была wise head of school в какой-то момент, то есть, ну, прямо шла очень хорошо, но вот я бы не сказала, что это было прямо для нее очень комфортно, и как-то она так немножечко зажалась, это я вот к тому говорю, что к детям нужно быть очень внимательными, собственно, это уже не новая мысль абсолютно, но особенно с бордингом, потому что, конечно, когда их в этом возрасте, с ними, конечно, очень сложно, в подростковом возрасте с ними, с нами, мы все были когда-то детьми, в подростковый возраст очень сложный, и жить с подростком, это реально просто нужно запастись терпением, потому что это нужно пройти, но когда ребенок проходит это без родителей, без каких-то своих, все-таки самых близких людей, от которых он может биться, и как об мягкую стенку, и отскакивать, как бы, и вот тут же поднимут, и тоже, вот это, конечно, очень важно, а иногда в подростковом возрасте детям этого очень не хватает, но это становится потом только понятно, вот, поэтому, конечно, с этими всеми английскими образованиями все равно родители до определенного возраста должны быть рядом с ребенком максимально, физически, или как-то там, не знаю, как-то по-другому, но вот эту опору и поддержку нельзя, конечно, терять, что очень часто бывает в силу нашей неопытности. С последним ребенком получилось так, то есть она пошла в школу в России, первые два класса проходила в одну школу, потом я ужаснулась, сказала нет, перевела в другую школу, после третьего класса я поняла, что я еще куда-то буду переводить, и задумалась уже о домашнем образовании, как многие в Москве и в России. И, слава богу, она уже достаточно доступна, и не так страшно, и вполне нормально, особенно сейчас, когда мы все просидели на этом домашнем образовании, в общем, год и даже больше. Но поскольку у нас в Испании было к тому моменту там арендованное жилье круглогодичное, мы каждый год, мы уже очень много лет, попутешествовав по всему практически миру, выбрали себе вот это чудесное местечко, эту Морбею, где восхитительный климат совершенно, вот правда там больше ничего нет, там просто климат хороший, нет, там много чего есть, но климат это самое лучшее. И мы как-то приехали летом, как обычно, туда все вместе отдыхать, и поскольку возвращаться смысла не было мне уже вообще, ну то есть работы там никакой не было, то есть, ну как бы взрослые дети были пристроены, учились в Англии к тому моменту, да. Тосю я, в общем, короче, я вышла, пошла в школу, в соседнюю мы пошли с Михаилом, отдали Тосю в испанскую английскую школу, то есть это была английская частная школа, в которой она проучилась 4 года, тоже с абсолютным нулем английского языка, через год она уже вполне болтала, довольная собой, и я провела с ней 4 года в Испании, это должно звучать печально, но это очень хорошо для меня было, потому что, ну, как бы так получилось в моей жизни, что работы у меня не было ни в Москве, ни в Испании. Не работать в Испании гораздо приятнее, чем не работать в Москве, я скажу я вам. И прожили мы там с ней 4 года, и поскольку это очень маленький городок, то я как бы почувствовала, что ей там уже тесновато, скучновато, там нечего делать, она у нас девушка такая энергичная, кровь с молоком, и вот ей стало как-то тесно и скучно, я это заметила, я поняла, что, ну, пришла пора, пришла пора, она влюбилась, и мы, в общем, выбрали ей английскую школу, и она сказала, да, хочу. И это было настолько вот эти наши годы с ней, когда мы с ней жили вдвоем практически, ну, то есть я за нее отвечала, я с ней там жила, она настолько как-то, мы с ней как-то так породнились, вот правда, чего не было со старшими детьми, потому что тогда было очень много работы и так далее, что она вот как-то абсолютно спокойно, то есть это не было никакого насилия в этом отъезде, она от меня уже начала отходить, я вообще очень легко отпускаю детей, но мне кажется, это нормально, они все равно уйдут, и чем раньше ты к этому подготовишься, тем тебе будет спокойнее, вообще это нормально, разумеется. И поэтому, когда она уехала, собственно, она как-то так счастливо зажила, и я зажила еще счастливей, потому что я наконец-то избавилась от этого гнета троих детей, эти уже старые, ну, в смысле, самостоятельные, это вот тоже уехала в какую-то самостоятельность, и я чувствовала, что она страшно ей довольна, ей не было вообще дискомфортно, ну, практически, то есть один-два вечера после разлуки она там что-то подплакивает, но сейчас с этими современными средственными связями никаких проблем нет, вот, поэтому я вот за третьим разом я уверена, что уже все хорошо, а мне тем более хорошо. Я немножечко осталась в Испании пожила, потом еще немножечко осталась в Испании, но, в общем, у меня по-прежнему такая же жизнь, когда я могу жить, где я хочу, я могу жить и в Испании, и в России, но в России мне сейчас не очень хочется жить, как-то мне там некомфортно. Ну, вот, правда, такая сейчас какая-то жизнь прекрасная у меня лично, вообще не на что жаловаться практически, что я действительно могу жить вот там, где мне хочется, где мне комфортно. Пока мне очень комфортно в небольшом маленьком испанском городке, где меня никто, ну, из местных жителей, разумеется, никто не знает, где я могу делать то, что я хочу. В общем, после 25 лет жизни с детьми проживание без них – это прекрасная, волшебная жизнь. Поверьте мне. Все те, у кого есть дети. Вообще, я лично считаю, что в наше время, вот сегодня, вполне возможно жить, как минимум, на две страны. То есть это как даже, может, даже и на три. То есть есть некая твоя там родина, в которой ты привычен, где твой дом, где твой быт, где все тебе знакомо. А есть какое-то место, где тебе тоже хорошо. То есть я в этом не вижу ничего, и меня очень, честно говоря, всегда затрудняют такие вопросы, и вот эти все очень почему-то разошедшиеся такой слух, про то, что вот Татьяна Лазарева эмигрировал в Испанию, живет там. Ну, хотя, с другой стороны, ну да, я живу в Испании. Я не скажу, что это было, что я живу теперь в другой стране, потому что в России я больше там не живу. Нет-нет-нет. Я могу жить и там, и там. И это, по-моему, прекрасная совершенно возможность брать от каждой страны то, что тебе нужно. Я вот, честно говоря, сейчас мы это записываем в конце мая, я не думаю, что я еще пару месяцев буду рваться в Москву. Мне то, что там происходит, сейчас очень не нравится, и как-то не внушает мне безопасности. А то, что сейчас в Испании, как я живу, мне, наоборот, очень нравится, и мне там абсолютно безопасно. И более того, там люди, которые тебя окружают, там даже как-то, может, это еще от того, что это курортный городок, но там какое-то такое спокойствие разлито. Там можно быть собой, и тебя за это никто. Это принимают люди. И причем принимают не просто там, ну ладно, давай, живи там. Они очень радушные. То есть это вот курорт, испанский курорт, эти прекрасные какие-то... Это разлито в воздухе, что тебя никто не осудит никогда, что тебе все как-то... Ну не то, чтобы там все там рады, но относятся к тебе точно так же, как и ко всем остальным, и нет никакого, ну даже больше дружелюбия какого-то в отношении, чего, конечно, мне дико не хватает в Москве. Я в Испании вообще очень сильно изменилась на самом деле, потому что Москва не дает возможности тебе слушать себя. Москва очень... Стал город совершенно другим, это все банальные уже вещи, все об этом говорят, но я действительно после Испании ощущаю себя там за... как бы не задавленной, ну да, можно так сказать, задавленной внешними какими-то обстоятельствами, что я должна что-то делать, потому что все вокруг что-то делают, и ты не можешь от этого удержаться, ты начинаешь тоже нестись куда-то, так вот это надо, вот это надо, надо, надо. А кому надо это все, не очень понятно, потому что мне ничего не надо на самом деле. Я вот живу себе в Испании прекрасно, и могу там, не знаю, неделю не выходить из дома, например. Не, ну неделю это я, конечно, махнула, но, по крайней мере, я совершенно не нуждаюсь... То есть я настолько устала от вот этого безграничного давления общества, которое было у меня всю жизнь, что я сейчас просто наслаждаюсь моментами, когда я могу просто лежать, есть, смотреть сериалы, читать книги, что-то делать, ничего не делать, рисовать, не знаю, там, проходить какие-то новые практики в изучении себя. и самое главное открытие для меня было, в котором я стыжусь признаться, потому что дети не должны об этом знать. Я, например, перестала заправлять кровать. Представляете? Ну, то есть вот какие-то такие смешные вещи, которые ты почему-то делаешь так на автомате, и совершенно невозможно от них... Ну, окей, просто заправлять кровать, это я, наверное... Нет, в этом ничего стыдного нет, но просто это такие вещи, которые ты делаешь настолько автоматически. И когда у тебя появляется возможность остановиться и прислушаться только к себе, а не к этим вот людям, которые живут вокруг, которых нужно кормить, обстирывать, следить, работать с матерью, куда ты пошел, как у тебя дела? Да, честно говоря, я вот из таких матерей, счастливых, наверное, которые совершенно... Нет, мне, конечно, важно, как у них дела, но это их дела. Все, я все, что могла, я уже сделала. Поэтому достаточно взрослые люди, они, конечно, из вежливости мне отвечают иногда, как у них дела. И, конечно, если у них есть какие-то ко мне вопросы или какие-то проблемы, они придут. Но вот так, чтобы жить их жизнью, я поняла, что это такой кайф, когда ты можешь их отпустить, и ты уже... Ну, ты сделал все, что мог. Все, я больше ничего не могу. Вот я отпускаю, ну, пожалуйста, если что-то еще надо, я, конечно, еще сделаю. И тарелка горячего супа всегда будет на готове, если прям сильно нужно. Но в остальном все, такой возраст, конечно, сейчас считается всякими всемирными организациями здравоохранения, что подростковый возраст начинается в 10 и заканчивается после 20. Неприятная новость. Для всех, причем и для детей, для родителей. Но тем не менее, взрослая жизнь когда-то начинается, и в этот момент очень правильно нужно отойти и сказать, все, чувак, извини, я... На этом наши полномочия все. В Лондоне, в общем, за эти годы, уж сколько лет-то мы тут периодически бываем, в общем, проведено много времени, конечно, на всех каникулах детских, на всех автерных и длинных выходных. Но... Нет, уже здесь я точно совершенно... Я лично нет, потому что мне не хватит языка, и учить его сейчас мне просто ужасно лениво, не хочу учить английский язык, мне и так хватает. Вот, во-первых. Во-вторых, здесь, правда, дико дорого все. Я не понимаю, как вы тут живете все, это ужасно. Ну, или вы все, я вам завидую, все, очень богатые люди, поздравляю. Ну, и потом вообще, как бы, знаете, нужно выбирать город, в котором тебе хочется жить, не потому, что там живут твои дети, или потому, что там что-то, или что там у тебя, и ты говоришь на этом языке, или не говоришь, а просто по какому-то внутреннему своему совпадению с этим городом. Я вот... Не знаю. Ну, мне нравится Испания. Вот это вот ужасно маленькое местечко с микроклиматом волшебным. Там мне спокойно, комфортно и хорошо. И не важно, что, как это называется, там это Морбея, вроде как знаменитое слово, но на самом деле там мы живем в другом месте, подальше. Вот. А дети, например, старшие, вполне себе комфортно все живут в Москве, а уж дальше что будет? Правда, мы сейчас в таком прекрасном мире живем, что вот можно жить реально где ты хочешь. Вот правда. Если задуматься об этом и принять какое-то решение внутреннее, пожалуйста, живите в Лондоне, если вам нравится. А я буду жить там, где мне хочется. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,